это программа в теме и с вами я анастасия жукова сегодня вновь поговорим о политике а если быть точнее о неожиданных изменениях которые постигли партию власти на этот раз стало известно что на ближайших выборах в госдуму владимир груздев не сможет возглавить список единой россии и это касается не только тульского губернатора в качестве паровоза не сможет выступить ни один из губернаторов во главе 35 групп могут стать лидера общественного мнения идущие в думу как одномандатники напомним что на прошлых выборах число групп фактически равнялось числу регионов возглавляли большинство групп именно губернаторы народе их прозвали паровозами так как за счет своего рейтинга они проводили в думу сторонников а сами в дальнейшем отказывались от мандатов впрочем для тульского губернатора это хорошие новости как говорится гора с плеч так как в ближайший год он будет занят активной кампанией по своему переизбранию защиты чернобыльских льгот народным бюджетом проще говоря совсем не до единой россии будет владимиру груздеву верится с трудом что к этому партия власти пришла самостоятельно как и все в россии скорее всего данное решение пришло откуда-то сверху чтобы проверить истинный потенциал ядра теперь осталось провернуть все красиво для тульского регионального отделения партии это отличный шанс проверить себя на прочность ведь предстоит выбрать хороших ярких лидеров общественного мнения личности которые действительно смогут перетянуть голоса и склонить избирателей к своей политической силе согласитесь не очень простая задача особенно после тотальной зачистки политической поляны и в таких условиях список может возглавить кто угодно алексей ольховик ольга слюсарева а может быть и сам оленичев зачем напрягаться в ходе выборов без выбора проблемы тульской области пожалуй в том что при попытке найти подходящую кандидатуру на место паровоза даже в голову никто не приходит солнце владимира груздева опалило и затмило всех и вся немаловажен и тот факт что это отличный шанс для партии избавиться от влияния губернатора на региональной партийной организации ну а для обывателей это шанс наконец-то увидеть на политической арене не просто номинальных политиков из числа заслуженных спортсменов докторов и директоров местных компаний а настоящих политтехнологов как только сейчас так не хватает